Наследие индустриальной эпохи 20 века преследует набережные Челны и по сей день. Для того, чтобы выбраться из статуса моногорода, необходимы миллиарды рублей и годы модернизации экономики. Спасательным кругом могут стать иностранные инвестиции и программы господдержки. Замгенерального директора Фонда развития моногородов сегодня лично оценивал ситуацию в пока еще Автограде, а также изучил представленные ему проекты. В России почти сотня моногородов, которые находятся в так называемой красной зоне. Среди них и набережные Челны. Это значит, что наша экономика сильно зависит от градообразующего предприятия, а инфраструктура пока не очень приспособлена для других видов производства. Исправить ситуацию помогают такие площадки, как, например, Камский индустриальный парк «Мастер». То есть сиденья, которые генерируются внутри проекта, они остаются здесь и идут на дальнейшее развитие проекта. Но и они нуждаются в поддержке и инвестициях. Один из заявленных городом проектов – развитие «Экипмастера». Тут базируется малый и средний бизнес различных направлений. Некоторые резиденты до этого размещались буквально в гаражах. Среда для развития здесь очень положительная. Здесь удобно, все расположено, все есть, хорошо сотрудничать. Но нам очень нравится. Благодаря теплым цехам, электро- и водостабжению, вентиляции предприниматели с каждого арендуемого квадратного метра получают больше прибыли. Организации развиваются, расширяются, платят налоги и делают экономику моногородов более стабильной и независимой. Потому в первую очередь инвестиции будут направлены именно на развитие инфраструктуры компаний, которые представили свои проекты. Сколько выделить денег решают уже в Москве. В первую очередь обращаем внимание на социально-экономическую ситуацию в городе, на то, какие есть у городообразующего предприятия планы по высвобождению сотрудников. Ну и, конечно, на инициативу, потому что если не будет инициативы, то все деньги, которые будут, ну или планируется вложить в инвестиционные проекты моногороды, они просто растворятся. Фонд может принять решение о дополнительных инвестициях и вступить в капитал тех проектов, которые особенно заинтересуют. Предприятия могут получить миллиарды рублей, а город – тысячи новых рабочих мест. На данный момент документы по всем проектам набережных Челнов уже в работе. Это не только индустриальные и промышленные парки, которые собирают под своей крышей резидентов, но также инновационные предприятия и даже крупный металлургический завод. В 2008 году набережные Челны уже получали деньги по программе поддержки и модернизации экономики моногородов. Тогда примерно из десятка проектов выбрали четыре. На этот раз заявили семьи. Какие из них будут одобрены, пока неизвестно. Но рассчитывают, что решение будет принято уже в начале июля. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.